Молодые футболисты из центра подготовки Рубина вновь показывают достойные результаты. На этот раз порадовала команда 97-го года рождения, которая уверенно победила в первом этапе Кубка России в зоне Приволжья. Наша задача была выиграть этот турнир, именно стать первыми, не вторыми, чтобы пройти дальше. Там две команды проходили. Стать первыми и пройти дальше. Все турниры, что связаны с российскими, я считаю, это самые важные турниры для нас, потому что там ребята крутятся в этой атмосфере. Они видят новых ребят, новый стиль игры. В этом и есть задача наша – подготавливать их в будущее. Турнир состоялся в набережных Челнах, куда отправилось 18 молодых футболистов. Помимо Рубина в нем приняли участие воспитанники местного КамАЗа, Нижнекамского нефтехимика, а также команда из города Ижевск. Андрей занимается футболом с 7 лет. Для него этот турнир уже далеко не первый. Он прошел для нас удачно. Хоть и забивали под конец, то есть игры были очень тяжелые. Особенно вот первая самая игра не так хорошо далась, но в смысле для контроля мяча было хорошо. Вот только забить не могли, реализация моментов. Забили в конце. В первом матче казанцы сыграли в ничью с сожевчанами, а во втором победили другой татарстанский коллектив. Нижнекамский нефтехимик со счетом 2-1. Игра тоже очень была тяжелая, напряженная. Не все удавалось, конечно, но хоть могли забить. Ребята собрались, стали все выполнять, тоже требования тренера. Во втором матче выиграли. И третий тоже на морально-волевых. В заключительном матче Рубин встречался с принципиальным соперником КамАЗом. В последнем матче решался, если мы проиграли, то мы дальше не проходили. КамАЗ для нас соперник тяжелый сам по себе, но мы забили опять-таки в конце. Они уже предварительно себе заняли, заработали 6 очков. Им уже с нашей игрой ничто не нужно было. Но у нас всегда, я же говорю, у нас всегда с ними конкуренция и доказать нужно было, кто на этот момент сильнее. Таким образом казанцы уверенно заняли первое место, пройдя во второй этап Кубка России. Атмосфера, ну, как сказать, хорошая была, то есть дисциплина, целая команда была единая. Давно ждали этот турнир, с того года, там был 96-й год. Они тоже на второй этап прошли, но они второй этап не прошли, то есть в третий. Сейчас надеемся пройти второй этап, который будет или в конце августа, или в начале сентября. Впереди у молодых футболистов долгожданные каникулы, после которых они продолжат подготовку ко второму этапу. А также свое выступление в чемпионате Татарстана. Чемпионат Татарстана прошел первый круг удачно, мы заняли первое место, как бы еще за нами второе слово, второй круг. У нас, как бы, расслабляться не приходится. Всегда в тонусе, всегда ждем соперников и проверяем себя, насколько мы натренированы, где, над чем работать. С 1 июля мы выходим на каникулы. Ребятам надо отдохнуть хорошо, чтобы потом подготовиться ко второму этапу. Как бы, сама сейчас важность нам поддержать форму немножечко, после турнира восстановиться и уже идти на каникулы уже. Перед ребятами стоят высокие задачи. Тренер не дает расслабляться игрокам даже в преддверии каникул. Он ставит цель выиграть турнир с хорошей игрой. Не просто выиграть, а надо красивый футбол показать, за счет этого выиграть. Однако, сами футболисты ставят перед собой еще более высокие цели. Стать профессиональным футболистом, то есть не заканчивать на этом. Попасть в сборную России, выиграть чемпионат мира.